Очень много прекрасных подарков мы сделали для людей, которые обращались к нам на канал Жизнерадостный Дяг в честь праздника Святого Николая. И как было очень приятно, когда в понедельник с Божьей помощью наш подписчик Александр из Полтавы много мне писал, звонил, что хочет поучаствовать в видбудове Спасово-Пробженского кафедрального собора. И я говорил, дядя Саша, надо подождать, надо придумать, как какая-то вам работа. Он говорит, я могу с расчетом где-то на 70 тысяч гривнев. И мы с отцом Верославом посоветовались, и нам нужны сейчас доски для того, чтобы накрыть не само место, где было попадание, а вот рядом, где железные фермы, я вам показывал, установили. И туда нужны доски для того, чтобы подготовить перекрытие и максимально уменьшить территорию, попадание дождя, соответственно, снега, потому что постоянно приходилось это все черпать. И милостью Божью, слава Богу, сейчас в Одессе прекрасная погода, тепло, люди могут работать. Так вот, я дядя Саше отправил счет-фактуру. Нам надо было 16 кубов, даже 18 кубов. И он спросил, какая цена, потому что он тоже занимается. Сказал, что это очень хорошая цена, я говорю, знаю. Благодаря связям отца Мирослава и уважения к нашему собору, люди сделали максимальную скидку. И не на 70, а на 104 тысячи гривен, где Саша проспонсировал. И сделал нам подарок в честь святого Николая на наш собор. И теперь брусья обрабатываются в специальной зеленой такой жиже, жидкости, для того, чтобы они не горели, не гнили, не портились. То есть мы делаем, вот как пиша книжка. Поэтому хочу, чтобы вы порадовались за нас, порадовались нашим небольшим успехом. Сейчас уже восстановили почти полностью стенку центрального алтаря, где было максимальное уражение, и полтораметровая стенка повредилась. И сейчас восстановили уже доверху, и сердце мой, и радость. Поэтому прошу молиться за раба Божия Александра. Дай Боже вам здоровья, Илья Саша. Чтобы нас не оставил взрывыладки, подарок. И с Божьей помощью, я думаю, в ближайшее время мы уже увидим эти фермы в дереве, а потом и в мере. С вами был жизнерадостный день. Всех обнимаю, Божьей помощью. И прошу молиться. Продолжение следует...